Если же гость приехал на заселение, на отдых, то тогда он предлагает самому пройти в службу приема и размещения для того, чтобы оформить необходимые документы, и там же предоставить сотрудникам QR-код, паспорт. Наравня с масочным режимом, дистанцией и термометрией скоро будет QR-код. Таковы новые правила заселения в санатории Алтайской здравницы. Действовать они начнут ровно через неделю, в следующий понедельник. Белокуриха к электронным новшествам готова. Ни о каких затратах речь не идет. Для считывания кода достаточно лишь наличие смартфона. Открываем, включаем смартфон в режиме камеры, наводим на QR-код. Меньше минуты и на экране появляется информация, статус гостя. Привит ли он от ковида, переболел ли или же имеет медицинские противопоказания к вакцинации. К грядущей бумажной формальности отдыхающих негатива не вызывают. Почти все приезжают уже с прививкой, поясняет руководство одного из санаториев города. Гости с пониманием относятся, тем более, что те гости, которые едут к нам в санаторий, они уже побеспокоились о вакцинации заранее. Большая часть гостей уже приезжает с сертификатами о вакцинации. Некоторые приезжают уже с сертификатами о ревакцинации. У нас есть код, мы распечатали. Я первую вакцинацию сделала двухкомпонентную. Это был февраль и март. Маска это не для того, чтобы куда-то пустили. А маска это прежде всего мое здоровье. И также вакцинация. Так что для меня, лично для меня это не проблема. Вот такие гостевые паспорта выдают при заселении каждому гостю. В них вся информация, в том числе и о вакцинации. Этот документ позволяет отдыхающим не показывать каждый раз на входе свой QR-код. Кстати, те, кто имеют медотвод, помимо справки о противопоказаниях, должны предоставлять каждые три дня отрицательный ПЦР-тест. Причем делать это нужно за свой счет. Это, естественно, уже привело, хоть и к небольшому, но оттоку гостей. Сказать о том, что большой отток наших гостей, ну это не совсем корректно было бы. Отток, в принципе, составляет 1-3% от всех бронирований. Это достаточно нормальная, оптимальная цифра. Еще одна сложность – гости 60+, поясняют санатории. Для них не действует ни медотвод, ни сертификат переболевшего. Санаторно-курортное лечение, исходя из указа губернатора, эта категория граждан сможет получить лишь при одном условии. Данная категория заселяется в санатории. Мы оказываем медицинские санаторно-курортные услуги только при наличии сертификата о вакцинации. На сегодняшний день санатории Белокурихи заполнены практически под завязку. Алтайская здравница благодаря тому же кэшбэку только поднялась с колен и вышла на допандемийный уровень дохода, как появились новые условия работы, которые так или иначе уже привели к оттоку отдыхающих. Да, небольшому, но если суммировать все санатории курорта, то цифра, которую недополучит индустрия, довольно внушительна. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.